всем привет наконец-то добрался я до гелика и попею с широкими колесами так я еще и не доделал напечатал вот такие переходники вот удлиненные чтобы колесом вынеслось подальше сейчас я буду все это дело проверять подтачивать и устанавливать на модель ну вот короче колесо будет заподлицо на переходники далее надо будет их сейчас просверлить принципе в проекте я поставил побольше отверстия но из-за того что пластик горячий немножко она не подходит вот эти они вот притык туда винтики заходят сейчас просверлю и вот видите уже хорошо заходит ставим туда и подтягиваем быстренько сейчас я это пробую все просверливаю накидываю и посмотрим что дальше придется делать потому что надо что-то делать бамперами или отпиливать их или переносить будем смотреть снимаем заводские ставим вот такие вот перемычки удлиненные потому что вот здесь немножко расстояние побольше чтобы она не болталась не выскакивалась поставили просверлили чтобы получше было сразу вставляю в диск чтобы посмотреть что ровненько заходит диски получаются очень глубокие вот и если мы ставим обычные переходнички то в основном это к переднему относится рулевой кулак он упирается вот сюда и соответственно из-за этого пришлось поставить такие переходнички почему не куда почему не подошли вот заводские вот эти покупные она длина точно такая же сделана вот почему не подошли потому что вот эта гайка она из-за этого диска не достает диск толстый тоже сам по себе вот здесь посадочная получается если я ставлю этот диск сюда то мне не хватает вот этого переходничка и я сделал вот как раз на несколько на толщину ругать диска но на эту покороче его и теперь мне теперь мне его хватает поставили аккуратненько наживили ну и потом подтянули сейчас чуть-чуть наживил потом потяну ключиком вот такие вот колесики получаются вот упирается в бампер как я вам уговорил значит бампер сейчас на первой покатушке для тестов снимем вот а потом я не знаю или подпилим его посмотрим как потому что передние меня уже видите стоит другой вот на его тоже там вот сейчас немножечко его подпилю ну все собираемся все значит колеса накидываем корпус и смотрим насколько нам его надо будет поднять потому что по-любому будет сейчас все цеплять колеса очень большие намного больше штатных диски с алюминиевым бедлоком но в принципе у меня есть еще другие бедлоки я там один раз показывал но потом еще кажется покажу посмотрим может быть сделаем другой бедлок чтоб колесо было потяжелее чтобы получше работал подвеска посмотрим все поднастроим сейчас пока что первые тесты будут вот цепляет передний бампер сейчас мы тоже его еще подпилим ну все поехали дальше в будущем обязательно переверну кулаки в обратную сторону сделаю кастомную раму в затягу рулевую кастом на рулевую тягу чтобы спереди поменьше всего мешалось переходничок туда колесо после покраски гаража одета на него попала и аккуратненько ставим чтобы все села у нас на место кстати вот с этими гаечками прям намного красивее колесо смотрится чем есть бы здесь была обычная нашел вот только ключик универсальный чуть-чуть конечно было вот так вот впереди этот нужный мне размер был удобнее так тоже ничего хорошие колесище так заменил все колеса крутится все нормально берем корку и первой примерки поднимаем колесо и увеличиваем нашу наши стойки поднимаем наверное вот так будет нормально все отделе деле в принципе я думаю что выше он не будет цену доставать да выше доставать он не будет может быть даже сейчас зад чуть пониже пущу подножки сейчас переверну в обратную сторону чтобы удобно было с бамперами пока не знаю вот этот час отпилил ровненько вот так сделаю посмотрим вот тут чик наискосочек чуть чуть пониже зад опущу продолжаем работу над геликом давно уже не снимал вот последнее что было снято это переделка вот на эти большие колеса вот чтобы колеса большие встали подпилил задний бампер немножко наискосочек и спилил передний далее колеса стали больше соответственно надо и поставить помощнее сервочку сервочка у нас на гелике будет вот такая вот интересненькая хорошенькая оставим на гелик сервуса вакс такая серва у меня стоит на терр иксе и будет на гелике потому что это как бы основные модели далее поставим сейчас заменим всю электронику на гелике вот поставим приемник с новой аппаратуры который я приобрел радиолинк потому что я говорю модель основная соответственно переделываться ничего не будет ну будет только потихоньку модернизироваться вот но эта модель от память самой первой модели я ее потихонечку делаю вот хочу чтобы она была такая ну выйти покатать не ураганить ничего вот лебедочку поставлю чтобы не мучить модель вот поэтому приступаем отсюда я уже штатную снял устанавливаем вообще я хотел рулевую потом перенести в обратную сторону вот развернуть кулаки все вот чтобы добиться потом большего выворота тяга будет не штатная не мягкая вот это будет скорее всего кастомная из электродика сделанная вот она будет огибать кардан вот вот чтобы и хватало всего ни за что не цепляя вот и будет сзади потом поставлю вперед cvd привода вот и думаю что увеличится на порядок вообще потом и серву я тоже поставлю на мост чтобы не было вот гуляния именно рамы когда серву поворачивает все ставим затягиваем так далее у нас будет идти апгрейд системы хочу поставить другой мотор вот пиньон поменьше так что сейчас скинем отсюда этот так для тех кто захочет поставить другой спор на гелик у вас просто так вот ничего не получится вот штатная железка и вот он болтается здесь это раз а во вторых он не попадает по отверстиям вот эти вот который прикручивается вроде как бы и похоже но и в то же время не сходится так что мы сделаем мы снимаем вот эту часть вот берем от аксиала от аксиала но у аксиала посадочная спил на валу на валу вот видите спил такой этот идет спил на валу вот а у гелика как на колесах под пин и мы сейчас просто возьмем и здесь сделаем и здесь мы сделаем вот такие вот небольшие углубления ну вот так вот это получится пин двоечка 2 миллиметра и мы вот рассверлили двоечкой сверлышком и вот он пин то встал вот соответственно остальное что просто прижмется гаечкой и все так как говорится не думал не гадал спор мой был куплен непонятно от чего потому что он никуда не подходит он ни к чему не прикручивается не знает какой тачки я его взял 80 т ну и все в сторону его короче пришлось мне разобрать коробку от рима хобби и вот получается теперь меня будет со слипер сцеплением коробка и тут в принципе на рима хобби уже даже выпил такой же есть поэтому мы сейчас все это дело собираем диаметр только вала меньше у рима хобби больше вал ну посмотрим сейчас все получится один Продолжение следует... Продолжение следует...